О, здорово! Ты как раз вовремя, только собирался начать рассказывать про ТВАР. Это 86-го года выпуска конца прошлого века ТВАР Тасмин 280i. Начнем с элементов дизайна, а там как пойдет. Погнали! Что мы имеем в плане дизайна? Дизайн был разработан в 1980 году дизайнером по имени Питер Уинтербаттем. Этот человек также участвовал в разработках Лотоса Исприт, Триумф ТР7, ТР8. И отсюда вы можете видеть схожесть этого дизайна с теми автомобилями. К сожалению, ТВАР был запоздалой версией этого дизайнера и поэтому не пользовался такой популярностью, как предыдущие автомобили, потому что дизайн, так сказать, уже приелся. Всего было выпущено 1162 экземпляра ТВАР Тасмин за всю историю автомобиля с 1980 по 1987 год. Помимо кабриолетов они выходили также в образце купе. Маленькая партия была выпущена с четырехцилиндровыми моторами. К сожалению, до Америки дошли только шестицилиндровые моторы. В Европе, естественно, эти автомобили были восьмицилиндровыми. Насколько я знаю, вот непосредственно эти версии были сделаны для того, чтобы можно было их продать в США. И на этом, кстати, на этом ТВАРе рынок в США был закрыт. Это была последняя ТВАРовская марка, которая, ТВАРовская модель, которая легально была привезена в Америку на продажу. Отсюда и левый руль левосторонний. Давай заглянем под капот, посмотрим, что там. Так, ручки у нас открываются, как в Жигулях или в Волжанке. Под капотное пространство достаточно большое, опять же, для того, чтобы можно было сюда впихнуть невпихуемое. То есть, восьмицилиндровый мотор. Везде видны фордовские запчасти. А также, помимо фордовских запчастей, если ты наблюдаешь за моим каналом, я постоянно в поисках каких-то запчастей от каких-то машин, которых никто не знает, кто сюда поставил. Эта модель шла с кондиционером, но за ненадобностью их обычно снимали, что произошло и у меня. То есть, железяка стоит, а ничего нету. Еще интересный момент, что, как это называется по-русски, даже не знаю, heater core, да, печка. Очень своеобразного дизайна, и она постоянно текла, течет, ломается, и, естественно, запчастей на нее нету. Отсюда мы видим, что к бывшему кондиционеру я подключил антифриз, и таким образом у меня работает печка в холодное время дня и ночи. С мотором понятно. Что еще? Вот интересный тоже элемент дизайна. Функциональные воздухозаборники, точнее, наверное, венты. Вентиляция, то есть, воздух при езде попадает на радиатор и отсюда его выдывает. Если посмотрите на другие ТВ-ары, очень много разных дизайнов капота, и в комьюнити на форумах говорят, что вот этот вот дизайн самый функциональный из всех. Значит, мотор Ford, задний мост и тормоза Jaguar. Интересный элемент тормозной системы от Jaguar состоит в том, что тормоза, ротора и колодки находятся непосредственно прикрепленные к дифференциалу. Соответственно, понижая тем самым нагрузку на подвеску, и вес переносится в центр машины. При всех плюсах такой системы, огромный минус в том, что для того, чтобы поменять тормоза, приходится разбирать чуть ли не пол машины. Так, что у нас по багажнику? Багажник у нас открывается с кнопочки, находящейся вот здесь. И это ТВ-аровская фишка, придумывать какие-то интересные решения, наверное, на пьяную голову. Что если вдруг у тебя села батарейка, и у тебя идущие от завода провода лежат в багажнике, чтобы запустить мотор, тебе нужно включить зажигание и нажать вот эту кнопку. В багажнике у нас есть запаска. У нас есть вот такая вот штука, чтобы складывать крышу. У нас есть отклеивающиеся ковры. Кстати, заводская домкрат провода, как я уже говорил, и книжки. И крыша у нас закрывается и открывается очень элементарно. То есть поднял панель, в пазы поставил то, что у тебя верхняя крышка, да? И защелкнул крепление. Кстати, до момента обретения Тарго Тапа я не мог понять, для чего он нужен. А это очень важный момент в жизни этого автомобиля. Например, когда ты едешь зимой или там ранней весной, и уже вроде как не так дубасит, но с открытым верхом еще типа прохладно, то с Тарго Тапом вообще просто кайф. Кстати, еще один аспект. Я почти 190 сантиметров и достаточно комфортно сижу. И опять же, это была первая модель ТВ-Ара, которая позволяла сесть достаточно крупному человеку относительно комфортно в автомобиль. Так, ключ у нас фордовский тоже, соответственно, да? Ну, погнали. Что мне ужасно нравится, это вот живые стрелки, которые не электронно контролируются, а датчики живые. То есть, если включить поворотник, видно, как там вот это вот дергается, да? Если покачать машину, то можно увидеть, как стрелка бензобака шарится. Вот, очень простая система, никаких лишних наворотов. Все сделано для того, чтобы снизить цену автомобиля, и владелец получал наслаждение от езды. Здесь стоит у меня прямая труба без каких-либо каталитиков от мотора напрямую с двумя резонаторами, чтобы пердела, но не фонило, так сказать. Четырехступенчатая коробка передач. Вот такие вот левые контроллс на кандюк, на печку там. Все очень элементарно и просто, никаких усложнений. О, вот этот вот фишечка тоже у меня. Где она? Вот. Антенка. О, вот так. Так что могу принять любой сигнал от любой радиостанции. Понял. Ну что, поехали прокатимся. Посмотрим, что к чему. Не обращайте внимания на скрипт, потому что руки пока еще не дошли до переделки резинок, которым уже 35 лет, 34 года. И дороги в Нью-Йорке оставляют желать лучшего. Вот, кстати, хороший вариант бездорожья. Они его отметили оранжевыми фломастерами. Но, вы видите, что колдобины нужно быть очень внимательно, чтобы не раздолбать себе подвеску полных вверх. Мотор здесь стоит 2,8 литра, фордовская шестерка, производящая 160 лошадиных сил. И, по-моему, чтобы не соврать, 162 фунта крутящего момента. Машина весит тонну. 1800 фунтов, я не знаю, разделить там на 400. И ей вполне достаточно. Ну, из-за карантина на дорогах сейчас. Простор, рай и наслаждение. Можно дать просраться автомобилю. И в любую точку города можно доехать с превеликим удовольствием. С ТВ-Аром очень прикольно общаться именно с этой моделью на низких оборотах, на низких скоростях. Не на низких оборотах, а низких скоростях. Когда стоит восьмерка, естественно, прикольно дать в пол. Например, сейчас заеду под мост. И слышно, как он отстреливает во всех скоростях. Звук мотора просто шикарно вообще воспринимается на слух. Вот. И запах вот этого бензина бескаталитикового очень классно сочетается с автомобилем в целом. Что еще интересного? Интересного то, что без аксессуаров у меня только электрические окна. Нет гидроусилителя руля. Также кондиционер я уже говорил, что снят. Магнитофон с голубым зубом, но это уже сам поставил. Всего две колонки в машине. Я вот установил третью посередине, чтобы она давала какой-то стереоэффект. А то, когда громко или быстро едешь, естественно, не слышно ничего. Опять же, автомобиль очень прикольный в общении. Адреналин. Бьет ключом, когда начинаешь ехать. А на высоких скоростях страшно. Его начинает, потому что он очень легкий, его начинает, не знаю, от ветра потрясывать. Все дребезжит. Вот. Становится страшно. Очень интересно тоже видеть за реакцией людей, как люди реагируют на этот автомобиль. Все тычут пальцами, постоянно спрашивают, что это такое. Я подъезжаю к месту своего назначения. И, наверное, закончу рассказ на этом, чтобы не утомлять вас длинным видео. Если... Айдуй, мэн. Айдуй, мэн. Вот как я говорил, то есть, устанавливаюсь, начинает сразу спрашивать. А кушать будем мы сегодня... Ну что, какой у меня блестящий лоб. Узбеков. Шашлычную. Так что будете в Нью-Йорке, милости прошу. Все, счастливо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok